Проспект строителей 5А. Нынче этому недострою исполняется 7 лет. Дольщики компании Сетистрой в отчаянии. Никто не может вернуть им ни денег, ни квартир. А тут еще новая напасть. Директор компании Батоготапов куда-то пропал. В январе 2019 года прекратилось всякое движение на стройке. Вот считайте полтора года вообще никаких работ на стройке не ведется. А все это время он выходил как-нибудь на связь? Писал хотя бы обещания какие-нибудь? Нам он ничего не говорил. Перестал он нам обещать. Летом, по-моему, в последний раз мы с ним собирались. Вот там в офисе он нас собирал. Это в 2018 году было. В прошлом году летом. В июне. Он нас собирал, обещал все обещания и все на этом. Срок сдачи это ближе к октябрю месяцу. После архивации, после запуска системы отопления мы сдаем дело. Ну давайте возьмем в октябре, где-то в октябре месяце. В октябре месяце 2019 года. Вот такой срок. Это крайний срок. Это крайний срок. Тут стоит один вопрос. Только один вопрос. Достроить дом и сдать. Все. Каким образом надо достроить дом? Вот и все. Только одна цель. После этого ни на какую связь, ни на какие контакты он с нами не выходил. И действительно, никаких опознавательных знаков, что здесь когда-то была компания «Ситистрой». Нет. Двери закрыты, окна заколочены, вывески нет. И где теперь искать директора Бато Готапова, никто не знает. ФНС его банкротит? Да. Но они почему-то каждый месяц перекладывают сюда. На месяц перекладывают. На месяц это уже сколько длится? Уже год. С прошлого года это уже год длится, как ФНС его все банкротит. Вы знаете, я уже не первый год освещаю проблему обманутых дольщиков. И меня очень сильно удивляет тот факт, что никто, никто не может им помочь. То есть даже надзорные органы никак не могут повлиять на застройщика. Поэтому сейчас мы обращаемся ко всем надзорным и правоохранительным органам. Батог Атапов трубку не берет, на связь не выходит, офис закрыт. Может быть, с ним что-то случилось? В любом случае найти его нужно. Ведь люди вложили в дом немалые деньги. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.